Почти полтора века назад в Тургайке был храм. Стоял он на пригорке и был виден на всю окрестность. Сторожилы утверждают, что церковь была сложена из камня, глины и песка с использованием раствора. Снаружи она была беленая, на окнах висели шторы, на стенах иконы. Купол был расписан фресками. Именно из-за того, что церковь была белой, а позади нее синела гладь озера, ее прозвали Белой Лебедушкой. После революции Белую Лебедушку, так же как и многие другие храмы в России, закрыли. До 1933 года здание служило продовольственным складом. Годом позже оно было и вовсе разграблено и разрушено. Время разбрасывать камни и время их собирать. Именно сейчас в России в большом количестве восстанавливаются храмы и строятся новые. Несколько лет назад миасцы пытались восстановить действующую церковь Архангела Михаила на месте кинотеатра «Луч» в Тургайке, но сделать это было уже невозможно. Здание не подлежало реставрации. Поэтому было принято решение снести его полностью и построить на его месте новую церковь. Строительство началось в 2007 году с благословения правящего тогда митрополита Иова. 17 июля 2013 года стало знаменательной датой не только для тургайчей, но и для всех миасцев. Именно в этот день осветили и установили на строящийся храм Архангела Михаила купол и крест. Благочинный миасского городского округа Георгий Крецу выразил огромную благодарность настоятелю храма отцу Виталию, который на протяжении долгих лет добивался столь важного строительства. Не просто делают, чтобы было сделано, а делают для того, чтобы было на веках. В каждом кирпичике видно здесь и любовь, и страдания его пережитые, и ту красоту внутреннюю он выражает через внешнюю созидательных его рук. Хочу благодарить и всех тех, которые на протяжении этих лет не оставляют его в нелегком служении и строительство всего дивного храма. У строящегося храма собрались и стар, и млад. Каждый хотел быть причастным к столь знаменательному событию. Люди смотрели на то, как сантиметр за сантиметром поднимают ввысь золотой купол и радовались, не сдерживая эмоций. Невозможно говорить без волнения, потому что мы ждали это много лет, и к нам возвращается белая лебедушка, которую мы называем старые люди, которых сейчас рядом нет. Они в своих домах молятся, благословляют этот день, этот год, и надеются на то, что Тургаяк сохранится как самобытная территория, сохранятся традиции, обычаи, этнографии, ну и, конечно, будет развиваться, развиваться и развиваться. Но самое главное – это духовность на этой земле. Хороший знак – это говорит о усилении духовности в людях, это говорит о усилении веры в Бога. Что-то нужно верить сегодня, чтобы выжить по этому. Я считаю, это очень важно. Мы всем миром построили этот храм. Сегодня великий большой праздник. Храм строили всем миром. Каждый помогал, чем мог. Кто-то финансово, кто-то делом, кто-то молитвой. И вклад каждого неоценим, говорит настоятель, отец Виталий, и обещает, что первых прихожан Дом Божий сможет принять уже этой осенью. Дорогие братья и сестры, я вас всех поздравляю, сердечно поздравляю с этим замечательным днем. И радуюсь, что именно сегодня, в день царственных мучеников дома Романовых, сегодня память, имел возможность вместе с вами совершить освящение купола и креста на строящийся храм Архангела Михаила. Воистину, это дивное историческое событие для нашего прихода, для нашего города. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.